здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях человек ну которого можно смело назвать есть даже такой номер у него что ли работа вместе привет из 90-х у нас сегодня владимир пермяков актер театра и кино и телевидения в гостях в программе открытый диалог здравствуйте владимир здравствуйте и чеком года 94 был при этом ассоции назначил чеком года популярности попросам читателей до чеком 94 года опередил даже ла борисовну с филей это в год когда они поженились тогда это была сенсация что мать вышла замуж за сына это сейчас этим никого уже не дизлона а тут на первом месте до 10 баллов опередил и даже вот сам не мог поверить статья так и называлась лёня абсолютный чемпион вот скажите вас до сих пор сегодня люди все-таки люди же не все знают что вы владимир пермяков то есть это ваше настоящее имя а вас именно олицетворяют по сценическому да она лёня голубков и спокойно к этому относится спокойно привык но это как бы моя визитная карточка сейчас вот ну интеллигент это знает даже по имени отчество я удивляюсь иногда называют владимир сергеевич вот а вот ну пьяни извините меня так подходит на улице по понебратски хлопает по плечу ленька братан пошли выпьем я буду корешам рассказывать что я пил самим лёня голубковым я грябчатая не лёня говорю меня зовут владимир да сергеевич да с пермяков там или сергеевич вот они а почему не лёня телевизору показывает и вино почему штирлица зовут вячеслав тихонов они вот на мой взгляд с точки зрения ну вот одна из моих профессий режиссер это значит что у нас только попали в образ что люди верят в это верят до сих пор и скажите прошло уже много лет за уже 26 до с 94 года 5 февраля 94 мы сняли ролик а после где-то в двадцатых числах вы показали через недели две-три популярность пришла каждый месяц мы снимали новый ролик вот как сериал это и смотрели его не как рекламу а как короткометражная фильм чего они еще выдадут да 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 они еще пройдут я не следили там спрашивали там выйдет ли марина сергеевна замуж за володю вот меня спрашивали он я купил жене сапоги там шубу дом в париже и кстати вот заметьте николай раньше ведь как был вот снимут один ролик до кота фирма и крутят а месяцами годами он уже надоел всем и уже не хотят и смотреть его это и товар от покупать а его все крутит а бахит килибаев открыл новый жанр вот как у него кто в режиссер режиссер он драматург он вообще по образованию драматург он закончил в гиг вот ну стал режиссером вот но это как бы рядом драматург режиссер вот и у нас как вот герой сделал шаг раз ролик то событие произошло до ролик второй шаг сделал и мы каждый месяц снимали новые ролики они не надо не успевали надоедать рекламный сериал фактически то есть можно было смотреть как сериал давайте мы начнем с того ваш жизненный жизненный путь вы как пришли в театр как вы стали актером я мечтал стать с детства вот я родился в деревне пермякова это в красноярском крае каннский район все деревни и фамилии одинаково да да то есть 16 лет я прожил потом переехали в канц вот мечтал быть где но я это скрывал и я любил одиночество представлять мечтайся например рыбачу перестала клевать я ставлю удочку и изображаю там вся каким-нибудь джан морей там который лезет в крепость бастилию там где сидит его в тюрьме его любимая на него нападает охранники он их раскидывает как котят проникает туда вовнутрь освобождает любимую они прыгают на коней мчатся там по лугам по степям настричь своему счастью ну то есть насмотрелись фильмов фильмы то есть видели да ну да ну да подражал там то штилица представлял себя вот таким как он то есть вы героя всегда на на себе да герой да да вот игра вот ну в искусстве это называется этюд а в спорте в боксе бой с тенью там вот я уже с детства как бы вы придумали тогда видимо для себя амплуа все-таки героя главного героя то есть либо штирлиц ну да ну либо д'артаньян и большая можно да еще одному играть ведь актер на что было потом потом ну я там в хоре пел немножко афганский вот и побывал в ленинграде на олимпиаде 80 так вот совсем недавно юбилей отмечали да да 40 лет да вот и так загорелся говорю вот это 9 там я был а поездка была насыщена туристическими а как вы попали туда в ленинградка ну на работе дали мне а путевочку девочку дали да вот а работали вы кем рабочим на лдк лесопильный деревообрабатывающего комбинат в каннске вот и был передовик и получили путев да и получил питьевка она была насыщена интересными поездками и в эрмитаж петродворец я приехал весь переполнен в эмоциях пришел своим друзьям крылом сергей и она муж женой они из подмосковья откуда вот я говорю вот это действительно город то у нас горюканск ну как бы вот как вроде город но по-настоящему до большая деревня они это езжай в москву я грану у меня там никого нет они по лимиту устройся и вот я приехал москву первый год не решился потом созрел до чувствую сам что я уже говорю то есть от меня к это силу и начиная с юности по жизни ведет вот ну и на восемь первом году я поехал в москву устроился на завод работал там токарем и узнал про студию в мгд у там набираешь туда его как расшифруйте что такое мгд московский городской дом учителя московский городской там была студия народный театр театральной студии я пришел есть вам вы при этом были человек из пролетариат да как говорили тогда то есть вы работали на заводе но вот ваше нутро требовало до изданства искусство вы решили прийти устроиться в студию даду я поступил я был там студии самый способный и однажды я ехал к сестре точнее уже от сестры обратно там дыка текстильщики у нас было так и вот еду я в автобусе и сзади садятся режиссер и актеры с репетиций едут из этого народного театра рампа называется вот и обсуждает там репетицию там планы творческие и я услышал понял что они из театра говорю извините вот я гружи в москве этому числа театральной студии может быть я вам пригожусь да на кута роль они до приходите вот д.к. ну я пришел это уже была весна вот ходил я на спектакли все режиссер гид володя ну в этом году уже сезон заканчивается приходи на следующий зону осенью мы будем ставить пьесу про антона семеновича макаренко педагогическая поэма такое ну это режиссер сама написала масло его вега раз по записок по запискам макаренко начала фанфарного марша и вот и я пришел и мы прочитали и она говорит ну кто какую хотел бы роль сыграть но я тут был мне кажется там постарше всех говорю я хочу сыграть роль макаренко и мне дали роль макаренко вот ну я еще как бы не был разогретый вот талант был но не мог его реализовать и потом постепенно постепенно разыгрался потом меня взяли в профессиональный театр это куда в каннске да а как это говорится не хватало штанов вот но как хватало штанов это имеется до мужских ролей да 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 мужиков не хватало да вот и коллектив там был ужасный там дедовщина было шесть актеров которые там давно работает вот они как-то сработались и они хотели чтобы режиссер сведерский ставил спектакли на них но это театральные новые штаны пришли да да еще с перспективой вот и я главное пришел первый день было как раз обсуждения спектакля я посмотрел боже мой как эти вот 6 и бьют их ну морально бьют своих коллег ну вы же понимаете что в театре этого сплошь и рядом то есть ну да ты может быть и в академическом чатере конечно и в самом самом сейчас я понимаю а тогда и я просто испугался зажался вы были честны и искренне труп мельпомена ну да да ну вот на сцене я как бы там не раскрылся как в отличие от макаренко ну короче говоря вам вам не хотелось там дом ножка переиграл да я там чуть больше полгода конца сибузона отработал и уволился и поехал на биржу и меня взял главный директора тобольского театра лаптев николай серпион и а на бирже вы имеете ввиду труда как актер вы устраивали да 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 ну тогда были вы оказались там ольски вот это побросала да да вот и там мы был совсем другой коллектив более доброжелательный но у некоторых тоже там иногда куражились актеры но их пресекали и меня я там стал быстро расти прогрессировать главный режиссер синицын не хвалил грит он сыграл кактуса даже лучше чем она написана у автора но это услышит от режиссера такое да ну я там отработал два сезона удачно и потом потом вот меня хвалили вроде все но главных ролей не давали я считал что я уже вырос из этих что не пора идти дальше да и поехал в москву на биржу меня тут пригласил театр с студиям хтт все многие путаются с мхатом это московское театральное товарищество ну там я тоже удачно работал помню были один такой вопрос ведь для того чтобы уехать в москву все-таки это надо иметь какой-то такой настрой это и не дешево скажем так ну да ну как бы новую жизнь начинали я то есть да я надеяться что там театр найду и опять другом городе там уже приеду актером уже как будет более опытным что ли вот и тут московский я остался и снял квартиру комнату полу платил 300 рублей представляете в театре переселом 50 чтобы как-то выжить я работал на трех работах убирал сцену там подметал мыл по 100 рублей получал и билеты еще распространял и в театре играл еще в кино успевал сниматься я стал на учет на массфильм и на горького а первый фильм когда успели сняться в девяносто втором году два фильма у меня было генерал где играл роль капитана нквд а вот как сейчас помню там начнет концерт такой привал как бы солдатский и и там генералы на концерте все и а я кгбшника игра я прихожу там нужно было арестовать офицера который братался с немцами обменялись там гармошками вот младший лейтенант авдошин да я что вы арестованы пройдемся со мной но серьезная роль ну да ложится в нее да да а второй фильм который был второй бег по солнечной стороне режиссер олега ковуна там я играл пьяницу зюзика то есть задатки у меня уже были как бы далёй не голубкова понятно но далёй не голубкова а более подробно уже алене голубковым поговорим о второй части нашей программы через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог сегодня у нас гостях актер театра кино и телевидением и как мы выяснили начинающий драматург о чем мы позже поговорим владимир пермяков он же хорошо известны вам лёня голубков мы уже переходим практически к истории появления этого персонажа но мы остановились на том что вы работа в москве снимая квартиру за 300 рублей рублей вы одновременно работали уборщиком до театре распространительные билетов и актером да мне в феврале 94 года звонит режиссер фитиля тамара на коршунова так вот она меня хотела когда-то снимать фитиле с вячеславом невинным но съемки сорвались она говорит володя эти азов но я тебя запомню тебя яркий киношный колоритный типаж если что-то будет я тебе позвоню вот и на эту роль на лёня на роли не голубков приглашали другого актера с мужицким типажом но его не было дома и она мне позвонила нашла меня в картотеке прошло уже полтора года на меня вспомнила и звонит говорит володь ты в субботу свободен и рюда она говорит приходи метро нагатинского первого угона в девять часов утра молоденься во все старенькая я говорю пролетария игра она нет это не кино я говорю а что она ну я тебе потом скажу вот я пришел значит меня право всем стареньком да во всем 100 и меня проводили на съемочную площадку режиссер мне объясню задачу вот и я понял что ему нужен мужик из народа и вот зная русского мужика его внутренний мир интеллект эмоции вот из этих знаний строго строил образ лени голубкова он был основан на искренность непосредственности потому что у меня три сестры старших так вот скажем для богатых купить сапоги шубу это рядовое событие просто вот а для простого народа ну на нас сами знаете это это событие настоящее событие праздник красивые сапоги или шубу вот и я помню сестра перед зеркалом там крутятся вертятся каждый шов каждую пуговицу рассмотрят то есть это событие и вот я строил образ на искренности непосредственности вот как бы вот но я чувствую что мужику не хватает денег а уже осень на дворе ну сапоги нужны жене вот молода там в летних то ходить уже вот и заботливый да да вот он такой семьянин не курить и пьет работает положительный персонаж а вот ну и вот он идет волнуется ну жалко вдруг пролечу он же рискует месяц работал блины все насмарку вот идет волнуется и потом через две недели приходит и тут дивиденды мы там два раза больше он обалдел от счастья а вот кто придумал то само название почему ли они почему голубков это тоже какой-то такой усредненный знаете это бахит килибаев с группой вот он он был как лидер как стержень и они с оператором с продюсером со съемочной группой садились и обсуждали вот вот первые они сделали так кстати роль моей жены должна была играть вот маргарита калина одинокая женщина а вот она должна была играть но потом бахит сделал ее одинокой женщиной то есть вот полный комплект на кой народный вот ну и вот он он придумал перед съемками не садились обсуждали а вас они приглашали на съемку или вы не исполняли уже нет ну и я им потом тоже стал писать сюжеты вот то есть вы вжились настолько в образ что да да и ну то есть просто они придумали вот на этих придумали сюжет но вот например с графиком помните да сыну там дорогая рита теперь я точно знаю как мы будем дальше жить да все деньги мы будем вкладывать в акции ау ммм это уже дало возможность купить те сапогу сапоги там в марте феврале мы купили сапоги марте шубу потом мебель и там машина в общем и и и дом она дом в париже я обалдел ничего себе думаю запросы у жены а вы не понимали тогда что что вообще рекламируете что это за компания или вам это вы чисто творческую сторону нет меня больше всего творческая сторона интересовала но во первых это был образ как как будто он для меня написан то есть вот человек из народа вот и я вот придумал к зернышко в каждой роли вот здесь уже с графиком и я как бы понял что он уже освоился и стал изучать бизнес и литературу читать они будешь компания с вами вот сталкивался может быть их какие-то пресс-секретари а у ммм как-то они с вами поддерживали связь или вы только занимались на съемками с коллективом нет мавроди никогда на съемочную площадку не приходил продюсер нелли по моему звала женщина вот с ней в америку мы ездили да она приходила смотрела вот и вот режиссер придумал сюжет да говорит вот например володя вот сначала ты купил сапоги потом шубу и от идеи то есть своими словами как бы идею по графику и вот как бы озвучивай каждую вещь который там купил что как бы ну жизнь и прекрасно что ты пошел в гору вот ему понравилось но там же у вас были потом ну как и коллеги конкуренты по поводу брат иван до брат иван который не халявщик как когда партнер да ну да он как бы там шахтер из воркуты что вот ленька ты халявщик ты забыл чем у нас родители учили честно зарабатывать свои деньги а ты тут бегаешь светись акции покупаешь халявщик ты игры нет ты не прав брат я так не прав брат я не халявщик я свои деньги на экскаваторе честно зарабатывают и вкладываю в предприятие мол один мол и там мы с тобой вдвоем не построим завод а вот все если мы сложимся вот такой как корпоратив наподобие вот мы купим там завод который будет построим завод новый который будет кормить нас поить одевать обувать я не халявщик я партнер ты я как бы просвещаю хоть он и старший брат то ты иван ты еще не въехал новую жизнь это нормально когда вот мы зарабатываем честно деньги мы же не воруем там не грабим никого вот я поражаюсь но так и сейчас отвлечься вот так об этом убедительно говорите что готов даже вам сегодня поверить в эту историю вы правда вот образ очень вот в жили сюда скажите сколько всего роликов вышло и сколько мы не увидели роликов примерно ну вот главные ролики все вышли потом мы снимались уже для кабельного телевидения потом начались наезды наезды да нет дело в том что ельцин нужны были деньги на выборы то а денег нет казна пусто как вот вся там же все партнеры они халявщики поэтому казна пусто да ну вот как раз эти халявщики запретили ну стали наезжать на ммм сначала запретили рекламу ммм а потом ммм закрыли 26 августа вот и открыли свою пирамиду какого и критикой ммм они раскручивали какого мол кому уверить этим проходимцам там мавроди валентини вот ребята есть какого государственной облигации если вы хотите быть богатыми счастливыми и сети деньги суда это государство торея но облигации я еще помните еще и при стали не были то есть вот этой вот мем металла но давайте мы все-таки вернемся к разговору сегодня уже этого акционерного общества не существует как такового то есть вроде бы какие-то есть остатки но они практически вне закона то есть с к ним есть какие-то претензии люди по-прежнему кстати строят пирамиды с помощью других таких вот халявщиков теперь как мы с вами понимаем на самом деле вот скажите вы на каком-то этапе пожалели о том что вы принимали участие в рекламной кампании или все таки вы считаете что вы своей работой занимались они как бы дурили народ по-своему нет ну знаете николай это моя судьба я не мог от этого идти я это потом понял вначале я думал что я по случайно на эту роль но в жизни ничего не жаль и в библии сказано бога на каждого свой план свой вот и потом и я написал пьесу женился до встретил жену и вот из больше больше стал убеждаться что вот это моя судьба вот бог не послал сначала рулени голубкова потом наташу жену журналист курия новости и потом пьеса рождения вот вы стали стали теперь драматургом ну да пьеса автобиографическая до автобиографическая да да ну там как бы и просвечивается история россии это пьеса обобщения пересмысления нашей истории смысл который что мы не построили коммунист потому что мы его строили без бога там значит финале такая развязка теща приезжает герою как бы но пермякова там голубкова сняться в рекламе вот она бывший руководитель партийный занимал высокие посты жене как говорила его что дочери своей мол наташа бросить этого клоуна выходи даму замуж за самолюбом писать это так в пьесе написано так было не так пьесе так пьесе там же конфликт нужен по я учился немножко усилили этот когда я понял на кафедре драматургии но за наташа действительно ухаживал там один журналист из глубинки который хотел жениться не чтобы прописаться я сначала его туда вписал потом понял что не он как бы не вписывается по сюжету и выбор матерого такого волка ну то есть грубо говоря вы написали автобиографическую да 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 и вот она говорит да мол наша партия совершал ошибки но мы мире первыми строили социализм эти ошибки были неизбежны на что он и отвечает и самой большой вашей ошибкой было то что вы отлучили народ от церкви началось моральное духовное и нравственно разложение общества мы не построили коммунист потому что мы его строили без бога христианство на россии это основа русской культуры это и духовный стержень без которого мы рассыпались развалились как когда-то великий древний рим распался от разврата уничтожает церкви расстреливая священников вырубили сук на котором вы сидите даже не подозревая этого вот вот то есть ясно ансва она дисциплинирует народ вот она как бы ваша причина она на поверхности у нас владимир остается совсем мало времени и вот все-таки скажите понятно что это вся творческая бригада которая с вами работала и безусловно ваш образ вы действительно никакой не владимир пермякова вы теперь леоня голубков для многих для многих тех кто не знает это говорит еще раз о том что вам удалось в этот образ и видимо он тогда был очень похож на ту ситуацию которой люди жили другое дело а нет ли у вас все-таки ощущение что немножечко вы на 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 темной стороне тогда поработали или все-таки нет 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 у меня такой еще нет потому что мы вы утопили по приказу свыше черномыдин с ельцином поскольку повторяю ельцин нужно были деньги на выборы вот завершаем вообще скажите что для вас это сегодня лёня голубков чтобы вы могли бы сказать лёня голубкову встретив его сейчас неожиданно где-нибудь на улицах москвы или здесь городском округе люберцы ну я бы ему пожал руку ведь как я уже сказал это положительный герой это семенин он не курит не пьет работает содержит семьи вот заботится с жене их даже вынужден рисковать можно наверняка он не сказал жене что пойду там вкладывать куда-то деньги чтобы купить те сапоги то есть это семенин это положительный герой а сегодня есть такой герой есть запрос на сегодня лёня голубков 2 для него ну вот можно было бы продолжить снимать не рекламу а просто использовать этот персонаж как идеальный чек из народа вот если бы у нас была вот эта коммерческая жилка как а в голливуде вот наверняка было бы же наверняка бы возвращение лёня голубкова да да вот потому что ну чеком года до сих пор меня зрители любят и меня все считают своим спасибо вам огромное владимир пермяков актер театра кино и телевидении начинающий драматург и конечно же лёня или леонид голубков это была программа открытый диалог меня зовут николай пивненко до свидания